Привет друзья! Привет всем, кто нашел пару-тройку минут свободного времени и кто просто заглянул ко мне в гости. Это канал, где я рассказываю о дайвинге и все, что с ним связано. Safari 2020. Так называется мое новое видео о путешествиях, когда никому нельзя, но очень хочется. И запомни, увидел это видео, расскажи другому и не говори, что я тебе не говорю. 25 числа из порта Дуглас в сторону Патагонии отправилась яхта с 15 моряками. Да-да, именно на этой яхте мы и отправились бороздить просторы Мирового океана в поисках приключений. На борту была необычная команда. Это были настоящие морские волки. Заметьте, причем все они родственники. Шучу, конечно. Наша яхта выглядела так. Три палубы, сделанные из отборного красного дерева. Десять кают в романском стиле. Лаунж-зона в персиковых тонах и мишленовский ресторан на три звезды. А какое меню? Даже не буду говорить об этом. Одна только чурчьела чего стоит. Итак, курс взят. Баллоны заправлены, дьюти-фри опустошены. Вперед, мои френдс! На протяжении следующих шести дней мы не будем сходить на большую землю. И все наши остановки будут только у коралловых рифов и у затопленных кораблей. Мы готовы к этому, потому что мы долго этого ждали. Давайте немного расскажу о нашей команде. Это собрались совершенно незнакомые друг другу люди. Но уже в самолете они почувствовали, что их объединяет что-то общее. И когда один из них закурил прямо на борту Боинга, все подумали, веселенькое приключение замечается. Юрист, дизайнер, логист, адвокат, бизнесмен. Все мы разные, но нас объединяет одно – любовь к морю и в первую очередь к тайну. Даже шесть дней нахождения не в своей привычной среде обитания способны трансформировать и разгрузить организм от ненужных проблем. А веселая и интересная компания дает возможность отдохнуть и зарядиться энергией на многие месяцы вперед. Так что, друзья, если кто-то из вас еще сомневается, стоит ли менять свой сложившийся годами ритм жизни, я вам скажу, что стоит. И вы об этом ни разу не пожалеете. Сафари в море. Шесть дней казни. Двадцать окружений подводных. Акулы, дельфины, черепахи, затонувшие корабли и много подводных тайн. Вот что вы увидите в моем новом видео. Каждый дайв начинается с детального описания всего плана погружения. Ведущий гид рассказывает о месте, где будет проходить погружение, об особенностях дайва, о характере течений, о движении группы под водой. Проговариваются все возможные нестандартные ситуации и выход из них. На карте дайв-сайта опытные дайверы могут самостоятельно спланировать свой маршрут под водой. Когда баллоны заполнят, собирается снаряжение и одеваются гидрокостюмы. Дайверы – существа бесполы, и поэтому мужчины и женщины одеваются и раздеваются, находясь рядом друг с другом. Те, у кого опыта мало, серьезны в лицах, а у кого опыта больше, стараются помочь новичкам. Но одновременно все находятся в предвкушении встречи с неизведанным миром, потому что никогда не знаешь, что или кого не можешь встретить под водой. На сафарийных яхтах на корме есть широкая платформа. Называется она «Джамп-дэк», на которой сначала все собираются, а потом по очереди входят в воду. По характеру и поведению дайвера можно сразу определить, волнуется человек или нет. Но в компании с опытными профессионалами волнение вскоре уходит на второй план, и дайвер делает шаг в чужой, но интересный для него мир. Пусть на поверхности мы выглядим неуклюже, но зато под водой появляется грация и пластика. Первый пошел, второй пошел, третий и так далее. По входу в воду можно сразу определить профессионалов и любителей. Ведь профессионалам тоже иногда хочется подтвердить. Субтитры создавал DimaTorzok Под водой сразу становится все по-другому. Все ненужные мысли, которые были на поверхности, исчезают. Мы находимся в мире безмолвия, полных тайн и загадок. Наша группа спускается к одному из самых известных, ушедших под воду военных кораблей времен Второй мировой войны. Это знаменитый Тислигорм. Впервые найденный в Кусто в 1955 году. Когда на спуске сверху видишь эту громадину, то понимаешь, насколько огромен был Коран. Тислигорм – это британский военный сухогруз, перевозивший в 1941 году большую партию обмундирования, медикаменты, военная техника, боеприпасы, несколько танков и два паровоза с тестерами. Задача сухогруза была доставить технику для 8-й британской армии, которая располагалась в Египте и Ливии. Став на якоре перед Суэцким каналом в проливе Гуваль, в ночь с 5 на 6 октября Тислигорм был атакован двумя немецкими бомбардировщиками. Бомбы попали точно в склад с боеприпасами. Взрыв был настолько силен, что стоявшие на палубе локомотивы подбросило в воздух, и один из них отлетел от корабля на расстояние 30 метров. Само судно разорвало на две части. Нос его сохранился лучше, и с него обычно начинается осмотр. На палубе бросаются в глаза две смятые давлением железнодорожные цистерны. За погрузочными люками находится капитанский мостик и его каюта, одно из самых популярных мест армии. Отброшенный в сторону ударной волной паровоз так и стоит одиноко на песчаном дне. Глубина в этой точке чуть больше 30 метров. Нам в этот раз повезло и с хорошей видимостью, и с отсутствием сильных течений. Мы без труда добрались до автомотива и осмотрели его со всех сторон. Давайте заглянем в трюмы. Все осталось лежать так же, как и 80 лет назад. Единственное, время берет свое, и металл начал разрушаться. Как я уже говорил, трюмы полны военной техникой. Несколько видов грузовиков, мотоциклы, ящики с винтовками, дизельные генераторы, запчасти для самолета. Мы смотрим историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok